приветик ребята сегодня седьмой день последний день влога о правильном питании и сегодня я решила начать завтрак как обычно с водички добавила сюда лимончик и сегодня я сделаю пшеничную кашку одну из моих любимых за последнее время нарежу мелко яблоко еще сейчас залью кипятком изюм и дворская сила мед в принципе вот и все и вот мой завтрак готов по кругу я насыпала нарезанное яблочко изюм и по центру чайная ложечка меда и как обычно мой цикорий так что пойду кушать сейчас мы собрались идти на тренировочку сейчас уже где-то 10 утра вот так тяжеловато уже просыпаемся вначале как-то не за принципе распорядок дня не сбился но стараемся раньше просыпаться идти именно утром хотя уже весна и людей просто тучи в тренажерном зале и мы как-то пытаемся идти в то время когда поменьше людей я решила сделать себе сейчас оладушки морковные я уже их делала не раз в принципе мне очень нравится сейчас натру на терке морковочки две штучки добавлю сюда семена льна и где-то и а вот яичко добавлю и немножко манки для того чтобы это все дело скрепить нет я не умею готовить по рецептам мне вот всегда хочется что-то свое добавить вот сейчас я это все замешала морковку клетчатку и одно яичко мне кажется во первых нужно для того чтобы подсластить это все дело добавить что-то сладенькое но мед не хочется сахар тем более и скорее всего когда бабу я сюда банан посмотрим что с этого получится сейчас разомну бананчик и все перемешаю в одну кашу и вот такая кашулька у меня получилось не знаю но ведь конечно не очень но на вкус морковка банан посмотрим экспериментировать всегда интересно и вот мои миленькие блинчики уже готовы в центр я немножечко налила где-то столовую ложку сметаны и немножечко изюмена и рядышком мой цикорий с молоком так что в принципе получилось вроде бы неплохо дима тут гулял на кухне кусочек откусил ему понравилось я думаю и мне понравится тоже так ребят пора готовить кушать и сейчас я решила сделать такую рыбку интересную это стеки из зубатки вроде бы такие небольшие хочу я их сделать на пару и в качестве гарнира у меня будет чечевица вместе с с луком это как-то я сделаю такую зажарку лёгкую и добавлю чечевицу и еще рядышком будет такой зеленый горошек что у меня все готово здесь темы порция здесь а я чечевицу я смешала с зажарочкой из грибочков и лука рядышком у меня вот уже все парит аж рыбка на пару которая была зубатка и вот зеленый горошек диме и мне ну что ребят уже полдесятого вечера и делаю себе такой маленький перекосик перед сном где-то через часа-два пойду спать уже зернистый творожок 4 процента кстати я помню вы в инстаграме как-то писали что именно эта фирма простоквашина как-то не очень хороший этот творожок зернистый не знаю вот честно мне на вкус нормально принципе не знаю что в нем плохого но даже если бы я хотела я не могу найти никакую другую фирму зернистого творога вообще в своем городе я уже столько супермаркетов объездила но я не могу найти хоть убейте поэтому чем что есть то есть так что сейчас кушаю и потом иду спадки не обращайте внимание что я в привет марафете в 12 часов ночи но мне просто захотелось снять макияж для второго канала ребят хочу вам сказать огромное спасибо за то что вы следите за моим дневником питания в течение всей этой недели для меня это очень ценно и особенно ценно то что мои видео для вас что-то значит то есть они вам помогают хочу еще сделать акцент на том что это дневник питания это мой дневник питания то есть все порцию всю калорийность весь расчет белков жиров и углеводов я составляла лично для себя так как мне нужно для моего организма чтобы моя цель была именно удержать свой вес не похудеть не поправиться а именно у его удержать мы с вами это все рассчитывали видео расчет калорийности до для женщин и мужчин за сутки обязательно сделайте этот расчет если вы еще не знаете как и не сколько вам нужно калорий расчет поживую и так далее поэтому мой рацион питания вам подойдет только лишь по рецептам вам нужно будет просто или уменьшать порции или уменьшать углеводы или увеличивать наоборот это все дело для того чтобы или худеть вам или стоять на месте опять как я или же просто поправиться поэтому следите за тем сколько вы едите рассчитывайте свой суточный рацион до калорий сколько вам нужны и там уже будете смотреть что убрать на что добавить оставляйте ваши впечатления по поводу этого дневника питания если вы хотите то буду иногда такие тоже делать дневники пополнять их то есть чтобы это было на постоянной основе если вам интересна такая тема то конечно же пишите об этом в комментариях также пишите ваши пожелания о будущих видео что вы хотите еще видеть на моем канале не будет безумно это интересно почитать так как я снимаю видео для вас и мне будет интересно делать то что хотите вы видеть на моем канале так что с вами я прощаюсь всем удачи и и и и и и и и